Здравствуйте, дорогие друзья, намастэп! Продолжаем серию наших небольших классов уроков, встреч, видео, роликов об очищении тела и души. И все, что я вам рассказываю, оно базируется на знаниях аверведы, то есть наука о здоровом образе жизни. Сегодня, по счету, я проверила, 13-й будет урок. Я стараюсь делать записи коротенькие. Ссылочки на все предыдущие, соответственно, 12 я размещаю в описании к этому видео. То есть кликайте, да, там у вас вылезут все ссылочки. И если что-то пропустили, пожалуйста, идите, смотрите, наслаждайтесь. Все очень коротенько я рассказываю. Но для тех, кому интересно это изучить не коротенько, а длинненько, да, более подробно, я приглашаю на свои индивидуальные занятия. Вы можете написать не здесь в комментариях, мы с вами свяжемся и все обсудим. Итак, сегодня я хотела бы с вами поговорить о специях. Почему вы спросите о специях? Вы, может, и не спросите, но я все равно отвечу. Потому что, во-первых, я уверена, вы знаете, Индия богата специями. И есть такая еще, ну, скажем так, наука этно-айурведа. Да, то есть здесь аюрведа, а здесь аюрведа. То есть это наука о правильном приготовлении пищи по законам аюрведа. И сегодня я вам хочу рассказать об одной из специй, которую вы знаете прекрасно. На русском она называется, звучит как куркума. На хинди она звучит как халди. На английском, как она звучит? Турмурик. Итак, сегодня поговорим об этом золотом корне. Он растет, да, как, если вы видели. Ну, если вы не видели, можно отгуглить, вам там покажут, как он растет. И это корень. Он очень похож на имбирь, да, только имбирь, он более серенький, а куркума, он более такой желтый, золотистый цвет. И, кстати, вот этот корень, можно его готовить еще как овощи. Помимо того, что эта приправа добавляется при готовке, когда ее обрабатывают и доводят до порошкообразного состояния, этот корень можно готовить как картошку, да, грубо говоря, порезал и съел. Очень-очень полезно. Куркума добавляется практически всегда и везде. Есть золотое даже молоко, молоко с куркумой, кстати. Ссылочку и о нем, об этом молоке, и вам тоже рассказывала в одной из предыдущих лекций. Гуглите, ищите, в ссылочках смотрите. И эта специя имеет основные свойства, такие как антиоксидант, да, то есть она обеззараживает, она питает, она помогает выбросить всю лишнюю грязь, шлаки. Например, есть, даже есть такие препараты, ну, витамины, скажем так, на основе куркумы, называется куркумин. То есть если их употреблять, это поможет вам, ваше тело, и избавиться от шлаков, и опять же помочь восстановить иммунитет. Но что делаю я? Очень простой рецепт. Утром я пью один стакан теплой воды, в котором разбавляю ложку куркумы, чайную ложку и размешиваю. Ну и пью, постоянно помешиваю, потому что куркума оседает, да, чтобы она не оседала, я ее выпиваю. Ну, я утром пью не только стакан вот этой воды, я утром пью и обычную воду. Об этом я тоже все рассказывала в видео о питье воды, тоже ссылочка будет. И вот этот стакан воды с куркумой, ну, кому-то может быть для вкуса, достаточно такой, особенно с непривычки вкус будет странноватый, можно добавить и лимонного сока выжать, у кого нету аллергии на лимон, да, и медико чуть-чуть добавить, размешать. То есть я пью без добавления всего. А дальше вот этот нектар вы уже можете варьировать и сделать сами. Можно алоэ, вера, сок добавить тоже там, размешать и выпить. Можно просто теплая вода и куркума. Это помогает также поддерживать нашу молодость кожей, костей и выглядеть всегда свежо, если вы это делаете регулярно. Естественно, если это вы сделали один раз, или там, неделю, или только месяц, это нужно делать регулярно. То есть, вот за годом, как вы пьете каждый день воду, да, и не нужно пить только один раз, вы выпили, все, все хорошо. Не, как вы чистите зубы, как вы ходите в туалет, так же и здесь. В Индии куркума также еще имеет сакральное значение. Есть такая легенда мифологии, ну, вы знаете, сказка может быть и намек, но по-доброму молодцу удивится урок, что вот эту специю Халди благословила сама богиня Мата Кали. В одной из историй мифологических есть Сатурн Шамидев, то есть бог кармы. И когда он женился, то Мата Кали на его свадьбу преподнесла подарок, вот эту вот порошок куркумы. И сказала, что на кого этот порошок будет наложен, тот человек скажет вам всю правду. С этих пор повелась традиция в Индии во время свадебных церемоний, а свадебных церемоний в Индии очень много, они длятся месяц. И вот одна из церемоний за день, когда свадьба проводится, называется Халди церемония. На эту церемонию все приходят в желтых одеждах, женщины в желтых саре, мужчины в желтых костюмах, пижамах, куртах. И они накладывают родня куркуму на жениха и невесту, причем жених и невеста в разных домах находятся. И потом и на них, на гостей тоже накладывается вот эта паста, сделанная из куркумы. Ну там не только куркума, но основной компонент куркума. Куркума, сандал, молоко, в общем, она имеет и очищающие свойства также. Так вот, после этого повелось, что церемония Халди теперь празднуется на каждой свадьбе в Индии. Без этого не может быть ничего. Также Халди используется в различных масках. Называется это Упта-Упта, это смесь, вот опять же, всяких разных трав, специй, очищающих кожу. Есть, опять же, рецепт маски с куркумой, у меня тоже она есть, этот рецепт. Я вам скину ссылочку с моего канала на этот рецепт, который очищает кожу, и она начинает просто сиять. Поэтому куркума, оно наше все, что называется в Индии. Единственное, куркуму не используют только во время церемоний, когда люди, скажем так, в печали грустят. То есть, когда кто-то ушел из тела. Потому что куркума считается, ну, у нее и цвет такой золотой, это праздник, праздник. То есть, на всех церемониях праздника куркума используется. Но, когда есть церемонии о ушедшем человеке, в течение, а это 12 дней обычно, не используют куркуму в пище. А потом опять начинают использовать. То есть, куркума, это не просто специя, да, хочу-положу, хочу-не положу. Ее кладут всегда, ну, почти всегда, как вы поняли. Она очищает ее, пьют утром, чтобы поддерживать здоровье. Ее используют в очищении кожи, как в масках. Ее используют в ритуалах перед свадьбой, например. Вот такая вот волшебная, волшебный порошок. Поэтому он называется золотой порошок. Вот и все. Это не последний наш класс. Не забывайте поставить лайк. Может быть, кому-то будет интересно. Может, кто-то начнет задумываться использовать. А когда вы ставите лайк, Ютуб это воспринимает, как команду, поделись с другими. То есть, не вам нужно делиться, а Ютуб сам будет предлагать кому-то посмотреть это видео. И я вам желаю здоровья. Все вопросы пишите в комментариях. И обязательно все будет со всеми хорошо. И если вы будете к этому стремиться. Харел!